друзья приветствую вас на моем канале сегодня у нас 17 января 2022 года и пока бушуют страсти вокруг дела порошенко и пока не до конца ясна цель концентрации российских войск вокруг границ с украиной поговорим о другом конфликте который возник в самой российской федерации и который может иметь самые серьезные последствия и не только для судьб двух республик речь идет о чечне и ингушетии но и в общем то он будет иметь самая прямые непосредственное последствия для единства российской федерации так обо всем этом поговорим подробнее на минувшие недели президент чеченской республики рамзан кадыров выступил с ультимативным заявлением в адрес лидеров соседней ингушетии и ингушского народа дав им три дня на принятие его ультиматума соответствующий ультиматум был объявлен ему после скандала разгоревшегося в связи с тем что когда бывший начальник управления по делам религии при главе ингушетии их я хадзиев извинился перед своим тейпом за объятия с главой чечни рамзаном кадыровым вскоре после этого ему пришлось извиняться уже перед самим кадыровом начале января хадзиев побывал грозном на свадьбе потомка проповедника кишиева где присутствовал в том числе и рамзан кадыров при этом хадзиев поприветствовал его при при обняв на этом приеме что и попало на соответствующее видео такое поведение чиновника вызвало недовольство ряда правозащитников ингушетии поскольку у республики напряженные отношения связанные с передачей чечне земель в 2018 году после этого хадзиев заявил что я поступил неправильно поприветствовав и обняв его простите меня ради всевышнего я и не подозревал что это будет так неприятно для вас процитировала хадзиева издание фартанга 10 января и как только рамзан кадыров узнал об этом он и другие представители республики чечня выразили крайнее возмущение и в ходе заседания к подготовке столетия чечни 11 января рамзан кадыров обрушился с гневной речью на жителей чечни ингушетии прошу прощения которая считает что чеченские власти незаконно отторгли у них территорию прямая цитата обращаясь сейчас к тем провокатором у я у вас забрал земли потому что не считаю вас за людей из-за мужчин и другие села оставшиеся заберу потому что вы не успокоитесь пока я этого не сделаю что теперь чеченцу не ездить в ингушетии и ингушетии бывают чечне мы что должны объясняться за объятия как этому тейпу было не стыдно настолько позорить своего же человека заявил рамзан кадыров отношения между чечнёй и соседние ингушетии складывались по разному все время в советский период они входили в состав единая чечено-ингушской автономной советской союзной республики чеченцы и ингуши принадлежат к одному и тому же войнахскому этносу говорят на близких языках и возможно этим была продиктована логика советских властей которые обнили их в рамке одной республики в девяносто первом году чечня провозгласила независимость от российской федерации провозгласила себя ичкерии и тогда же два года спустя в июне 1993 года был подписан мирный договор между тогдашними лидерами ингушетии и ичкерии со стороны ингушетии президент руслан аушов со стороны ичкерии президент джохар дудаев которые определили новые границы между двумя республика между ингушетии и чечнёй позже в 2003 году эту договоренность подтвердили уже новые лидеры мурат зязиков новый президент ингушетии и ахмат хаджи кадыров отец нынешнего президента чечни рамзана кадырова при этом формально граница оставалась не демаркированной и в 2008 году власти в ингушетии приходит новый президент юнус бег евкуров а президентом чечни в это время уже являлся рамзан кадыров в первые годы их отношения не были безоблачными тем не менее чеченская сторона чеченские власти начали настаивать на пересмотре соглашений 1993 года и в конечном итоге в августе 2018 года в районе населенного пункта датык который относится к сунжинском району ингушетии начались работы по прокладке дороги при этом они проводили силами чеченских строителей по ингушетии тут же начали распространение слухи относительно того что готовится отторжение земель сунжинского района в пользу чеченской республики и в конечном итоге в 2018 году президент евкуров и кадыров подписали новое соглашение согласно которому зем земли сунжинского района из состава ингушетии были переданы в состав соседней чечни речь шла приблизительно 17000 гектаров или приблизительно 7 процентов по независимым оценкам приблизительно 7 процентов территории ингушетии были переданы в состав чечне а чечня передала в свою очередь тоже части своих районов которая в 25 раз меньше того что ингушетия передала чечне при этом начали высказываться различного рода предположения о том что якобы близ селения датых еще в советские времена были разведанные запасы нефти кроме того распространялась информация о том что чеченские строители рубят на территории заповедника заповедный красно-книжный лес в итоге это решение евкурова привело к самым масштабным в истории ингушетии протестом и вот совсем недавно в ингушетии были вынесены приговоры семи лидерам ингушетских протестов которым дали сроки от семи с половиной до девяти лет кисловодский городской суд приговорил в итоге семерых правозащитников малсага ухажива ахмеда барахо его мусу мальсагова которые получили по 9 лет колонии и по 8 назначили смыслу нальгиеву богоудина хаутиеву и бараху чемурзиеву при этом зарив саутиев получил семь с половиной лет колонии естественно реакция ингушеского общества показала также нелегитимность по сути и потерю доверия действующему президенту ингушетии юнуку бесу бегу прошу юнуку бегу и вкурову который подал в отставку и он ушел и был впоследствии вместо него избран новый президент уже ингушетии вся эта история обнажила очень острое противоречие которое существует внутри российской федерации между различного рода субъектами и в данном случае мы увидели как кремль фактически воздержался от любой официальной реакции то время как президент чечни рамзан кадыров в ультимативной форме позволил себе обратиться к представителям соседней республики и также предупредил их о том что если не будут предоставлены соответствующие доказательства его рамзана кадырова вины по законам российской федерации либо по законам шариата ответ со стороны чечни будет он также предупредил о том что он найдет и накажет всех повинных по его мнению правозащитников и других граждан которые предъявили ему необоснованные обвинения он также угрожал применением силы адрес соседней ингушетии заявляю о том что у нас в чечне соответствующая сила есть вся эта ситуация в очередной раз подчеркнула шаткость карточного домика который выстраивал в течение длительного периода режим владимира путина в том числе на северном кавказе ставка которая была сделана в свое время путина на рамзана кадырова была сделана из расчете на то что должен быть представитель местной местной чеченской элиты который сможет и только он они присланы варяг из москвы или других регионов сможет контролировать ситуацию в мятежной республике чечня напомню вела целых две войны против российской федерации 1 2 чеченской войны первая чеченская война при первом президенте российской федерации борис ельцин и и 2 уже при президенте владимире путины который начал немедленно операцию против чечни осенью 1999 года когда он был назначен премьер-министром тогдашним президентом борисом ельцином и собственно говоря именно это чеченская война по итогу и привела владимира путина в кресло президента уже в марте следующего 2000 года когда он уже проводил эти выборы встречал и в качестве исполняющего обязанности президента после добровольной отставки ухода от власти бориса ельцина тем не менее этот чечено ингушский конфликт который разбирается и которая власти пытаются тушить как пожар пытаются тушить преследованиями в адрес правозащитников причем как мы видим с точки зрения ингушского народа эти преследования это несправедливыми поскольку сроки реально получают только представители ингушетии в то время руководство соседней чеченской республики позволяется реализовывать свои цели по пересмотру границ и и при этом кремль занимает позицию не вмешательство при этом одобрение все действия президента чечни рамзана кадырова полностью по сути получает негласное одобрение со стороны официального кремля вся эта ситуация естественно вызывает крайнее недовольство и который является широким это не является позиция отдельных правозащитников она вызывает крайне недовольство в ингушском обществе что еще еще раз повторю при уже привело к отставке президента евкурова в свое время с поста президента ингушской республики и вся эта ситуация создает дополнительные проблемы дополнительные давление на кремль и ставит по большому счету под вопрос контроль эффективный контроль кремля над северным кавказом и которая на самом деле ставит под большое сомнение дальнейшее пребывание всего северного кавказа в составе российской федерации напомню ранее разгорелся громкий скандал вызванный репликами режиссера сокурова режиссера с мировым именем из российской федерации который заявил выскал предположение что возможно чечню стоит отпустить и состава российской федерации что вызвало крайне резкую критику со стороны президента россии владимира путина и также рамзана кадырова сам сокуров также был подвергнут публичной критики и угрозам частности ему угрожали возбуждением уголовного дела вот такая друзья непростая ситуация за которой я продолжаю внимательно следить и которая еще раз повторю может перерасти достаточно серьезный серьезный конфликт к сожалению в будущем обязательно подписывайтесь на мой канал если оказались здесь впервые подписывайтесь на мои соцсети и следите внимательно за следующими анонсами на моем канале спасибо еще раз за просмотр этого видео будет несколько очень важных стримов на этой неделе так что не пропустите с вами был тарас березовец еще раз до новых встреч пока пока